Привет, друзья, с вами Варчик. Это юбилейный выпуск рубрики гайд после трех отметок. И в этом видео я вам расскажу про Эмиль-2. Когда этот танк только вышел, он был, ну, не особо интересный. Ну, прям сказать, никакой. Да, бронированная башня, но пушка не интересная вообще. Сейчас же этот танк совершенно другой. Из плюсов танка. У него хорошая максималка вперед. С горки он хорошо разгоняется и довольно-таки быстро может перемещаться по некоторым участкам карты. Одни из лучших углов вертикальной наводки. Пушка опускается очень хорошо. Но все же этот танк не любит играть через очень крутые холмы. Поскольку, играя через большие бугры, которые очень крутые, не пологие, ваше НЛД будет выезжать раньше, чем башня. Вы сможете стрелять, но вас будет легко пробивать, поскольку НЛД будет торчать. Башня находится немного сзади, НЛД торчит сильно вперед, поэтому лучше играть через небольшие холмики, которые такие пологие, длинные, либо через кучки мусора. Поскольку башня очень бронированная, она в принципе не пробивается вообще. Если вы не будете опускать орудие вниз, то пробивать некуда. А вот если вы опустили, то качающаяся башня поднимает затылок, и ваши лючки видны, а они пробиваются. Также из плюсов альфа в 440. При быстрой перезарядке ДПМ у нас получается 2500. Это без оборудования, без ничего. Просто 2500 на барабанном танке, это очень хорошо, еще и с такой большой альфой. У нас в барабане 3 снаряда по 440 альфы с пробитием 252 под калибром и кумулятивом 300. У фугаса обычное пробитие. Получается, что мы быстро перезаряжаемся. У нас большая альфа, достаточно пробития. Мы можем в комфорте участвовать в быстрых активных боях. На барабанном танке, на тяжелом барабанном танке, с хорошими УВНами и крепчайшей башней. Этот танк прямо создан для того, чтобы сейчас играть на нем в рандоме. Он очень классный. Среди тяжелых танков планка на 3 отметки, у него выше среднего, 3500 суммарки. Это хороший показатель для тяжелого танка. Мне танчик в принципе зашел, он очень клевый, кайфовый, на нем довольно-таки несложно играть. Да, у него корпус не особо бронированный, но если его прятать, а сейчас в каждой карте есть зачем прятать корпус, буквально все карты обмазаны кучками мусора, за которыми можно играть от башни. Это все места, идеально подходящие для Эмиля 2. Он идеально вливается в нынешний геймплей World of Tanks. Быстро и много набить урона довольно-таки несложно на этом танке. Влиять на исход боя на этом танке можно и даже нужно каждый бой. Все зависит в основном от нас, насколько хорошо мы сыграем на этом Эмиле 2. Но у него есть и минусы. Про некоторые из них я уже сказал. Во-первых, когда мы играем через очень высокий холм, и он резко обрывается, и мы через него лезем. Нам хватает у военов, чтобы стрелять, но наше НЛД выезжает впервее, чем башня. Оно тупо торчит, и враги легко накидывают урон. Поэтому будьте внимательны и таким образом стреляйте только в том случае, если нет выбора или враг не зацелил вас. Также орудие довольно-таки кривоватое. Точность 0.38, сведение 2.8. Это в принципе такое, средненькое. С хорошим оборудованием, доппайком и экипажем в целом попадать можно. Но назвать это орудие снайперским язык не поворачивается. За счет быстрой перезарядки барабана мы можем просто выезжать, бесплатно на крепкой башне раздавать барабан по-быстрому, прятаться в укрытие, и через маленький отрезок времени мы уже снова готовы стрелять. То есть мы можем играть на такой вот средней дистанции, не прямо агрессивно на первой линии, все-таки у нас корпус не особо бронированный, и мы какой-никакой, но барабанный танк. Поэтому какая-то дистанция у нас должна быть, чтобы нас не задавили. Но и надолго уезжать из битвы нам не нужно. Мы практически быстро возвращаемся снова в борьбу, чтобы раздавать новый барабан. И это очень круто в быстрых нынешних боях. Также из минусов еще, этот танк вообще не едет в гору. Да, у него максималка нормальная, 56 километров. Но дельная мощность и мощность двигателя такое себе, вверх на горке он не едет вообще. Еле-еле там ползет. Поэтому имейте в виду и думайте заранее, куда вы в бою поедете и для чего. Поскольку если вам придется ехать в гору, это будет надолго. Обзор у нас, можно сказать, что немножко ниже среднего, 380. Сейчас уже практически у любого танка 400. Чуть ли там не с первого уровня. Картошка же умеет балансировать танки. Но в целом обзор 380 можно довести до вменяемого. Очевидно, что на этом танке не стоит подставлять жопу. Там двигатель, двигатель иногда горит у любого танка. Поэтому встречаем врага лицом, желательно прячем корпус, быстро раздаем барабаны, участвуем активно в бою и все будет великолепно. Из оборудования все стандартно. Вентиляция, механизмы поворота, стабилизатор. Единственное, что реально неприятно на этом танке, это то, что у него орудие не поднимается. У многих качающихся башен пушка хорошо опускается и вообще не поднимается. В некоторых моментах бывает, что лучше просто ехать и получать люлей, чем стоять и выцеливать, потому что ты просто как ни крутись, орудия ты не поднимешь, чтобы стрельнуть по врагам. Поэтому знайте, что снизу вверх у вас вряд ли получится пострелять. Причем даже бывает, до абсурдного доходит, стоишь, казалось бы, в ровном поле, ничего тебе не мешает, но пушка не поднимается, она просто торчит прямо. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok